Приветствую вас. Отвечая на первый вопрос, хочется сказать, что для понимания его нужно соблюсти ряд требований, ряд условий. Они, конечно, эти условия необязательны для выполнения, но вам будет самому гораздо более удобно, комфортно, а главное, вы быстрее получите ответ на свой вопрос. Если говорить об условиях, то это необходимость уединения. Для того, чтобы понять, кто вы, для того, чтобы понять, куда вы хотите идти, что вы хотите делать, необходимо прислушиваться к своим желаниям. Прислушиваться к своим желаниям можно лишь тогда, когда никто, в том числе другие люди, вам в этом не мешают. Если у вас ситуация такова, что на вас постоянно давят, постоянно рекомендуют что-то, постоянно советуют, постоянно указывают и так далее, то, конечно же, вы будете постоянно терять себя и понимание того, опять-таки, кто вы и куда стремитесь. Итак, первое важное условие – это наше уединение. Надеюсь, мы его с вами поняли. Уединение, в отличие от одиночества, означает, что вы исключаете на какое-то время, но важно, на регулярное время. То есть, с регулярностью некоторой вы будете делать то, что вам нужно. То есть, с некой долей периодичности вы будете осуществлять для себя какие-то действия, которые не совсем, не всегда привычны для вас. Но, тем не менее, они нужны. Так вот, уединение означает, что вы будете делать это добровольно. То есть, никто вас доставлять, например, это делать не будет. Вы это делаете сами, просто потому, что этого хотите. Просто потому, что этого вы желаете. Так. И, естественно, есть понимание того, что, может быть, вы этого не хотите. То есть, вы не хотите быть в одиночестве, не хотите быть в уединении. Но, необходимо давать себе отсчет в том, что это нужно для того, чтобы понять лучше себя. Чтобы научиться прислушиваться к себе. Второе важное условие заключается в том, что вам необходимо не только прислушиваться к себе, не только доверять, не только отдавать себе отсчет в том, что вы хотите. Но и доверяйте своим эмоциям. То есть, суть не ставить их под сомнение. Если вы ставите свои желания под сомнение, значит, у вас на это есть какие-то основания. И основания для этого может быть только одно. Неуверенность в себе. У неуверенности в себе, в свою очередь, есть причины. И с неуверенностью в себе, в свою очередь, можно вполне себе успешно справляться. Заметьте, я не сказал слово «бороться». Потому что слово было бы здесь неуместным. Именно справляться. Справляться с тем, что вы в себе не уверены. Это вполне можно и нужно. И вот, когда и если будут устранены барьеры, которые являются неуверенность в себе, вы сможете эффективно прислушиваться к себе, доверять своим эмоциям, доверять тому, что вы ощущаете, не подвигать это излишнему сомнению. А излишнее сомнение – это когда оно деструктивно, а не лишнее сомнение, то есть сомнение уместно – это когда вы анализируете, насколько полезно и интересно то, что вы хотите сделать. Насколько это соответствует вашим ценностям и желаниям. Вот тогда у вас и будет вырисовываться более или менее четкая картина того, кто вы и куда идет. Что касается ответа на второй вопрос, то это вопрос скорее экзистенциальный и ответ каждый на него найдет свой. Для этого я рекомендую вам изучать культурные ценности человека, знакомиться с трудами мыслителей, философов и так далее, дабы в их мыслях, в их размышлениях найти что-то для себя. Возможно, какая-то теория покажется вам наиболее близкой к тому, что думаете вы, и тогда вы ответите для себя на этот вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительные остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...